Морковь человек уже использует на протяжении 4 тысяч лет. Нынешняя морковка происходит от своей дикой родственницы. В самом начале она возделывалась с лекарственными целями, а затем стала распространенным кормовым и пищевым растением. И одно из названий моркови звучит как кружево королевы Анны. Дело в том, что раньше было принято украшать волосы, а также рукава платьев ажурными морковными листьями. Родиной моркови ученые считают Средиземноморское побережье и распространена она в Африке, Америке, Австралии и Европе. Ботва моркови представляет собой расчесанные листья темно-зеленого цвета и используется в кулинарии и народной медицине. Лечебные свойства морковной ботвы обусловлены ее химическим составом. Зелень моркови содержит в 500 раз больше витаминов и микроэлементов по сравнению с самим корнеплодом. Например, так называемого витамина красоты или витамина А в ботве в 192 раза больше, чем в моркови. Содержание кальция в зелени выше в 11 раз по сравнению с корнеплодом. Высокое содержание биологически активных веществ делает морковную ботву ценным продуктом для профилактики заболеваний глаз и кожи. Зелень также богата белками, которые необходимы организму для жизненно важных процессов. Ботва является прекрасным источником хлорофила, а также кальция. Именно благодаря этим составляющим ей приписывают свойства очищать кровь человека. Известно, что хлорофил способствует очистке лимфатических узлов от ядовитых веществ, а также токсинов. Кальций укрепляет кости и мышцы. Высокое содержание калия и витамина К помогает нормализовать высокое давление, а также обменные процессы в организме предотвращает развитие сердечных заболеваний. Морковная ботва содержит селен, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Селен необходим для сердечно-сосудистой системы, а также для поддержания репродуктивной функции мужчины и женщины. Отвар из моркови ботвы показано употреблять при проблемах со зрением, а также для профилактики глазных заболеваний. Ботва полезна людям с близорукостью и дальнозоркостью. Отвар, кроме того, содержит витамин С, который полезен для укрепления иммунитета. И для этого можно использовать как свежую зелень моркови, так и зимой в сушеном виде, либо в замороженном. На один стакан кипятка достаточно будет одной чайной ложки сырья. Чтобы приготовить порцию такого чая, горсть сушеной ботвы нужно засыпать в заварочный чайник, затем залить кипятком и настоять в течение получаса. В кулинарии морковная ботва нашла применение к приготовлению салатов, закусок и супов. На Руси, например, из зелени моркови готовили наши предки так называемую ботвинью. Первое блюдо, которое по распространенному рецепту делает на основе кваса и домашней сметаны, а также крапивы, щавели, ботвы, свеклы и моркови. В зелень моркови добавляют салаты. Ее можно использовать для приготовления начинки для пирожков. Например, ботву нужно ошпарить, измельчить, добавить крупу и куриное яйцо. Далее смесь обжарит и получаются овощные котлеты. Зелень моркови прекрасно подходит для приготовления питательной запеканки. Кстати, рецепты полезных блюд вы можете найти на канале Ксюша Кулинар. Ссылку вам оставлю внизу в описании. Также польза данного продукта известна давно в народной медицине. Ботва содержит эфирные масла, летучие компоненты, активные вещества биологические. И поэтому очень хорошо ее использовать, например, в качестве антисептика для ротовой полости. В народной медицине ботва моркови часто применяется для лечения профилактики геморроя и варикозного расширения вен. Ее полезные свойства основываются на слабительном и общеукрепляющем эффекте. И в качестве профилактики ботву следует употреблять людям, которые ведут сидячий образ жизни, например, офисным работникам, водителям. Употребление морковной ботвы укрепляет сосуды. Ну и, конечно, дорогие друзья, не забываем о противопоказаниях, как и у любого другого растения. Какое бы оно лечебное не было, всегда нужно помнить о противопоказаниях. Дело в том, что вред организму морковная ботва тоже может принести. Это может случиться при индивидуальной непереносимости. Например, люди, у которых очень чувствительная кожа рук, даже от простого контакта с листьями моркови, они могут ощутить дискомфорт. И на коже могут появиться раздражения и сыпь. Все время зелень моркови тянет нитраты из почвы. И их количество в ботве колеблется в зависимости от периода, в котором вы собираете данную ботву. Поэтому не рекомендуется употреблять морковную ботву беременным и кормящим женщинам. Пусть данная заметка для вас окажется полезной. Подписывайтесь на канал. С вами была я, Ксения. Пока!